Добрый день! С вами Энергосреда и Кутузова Мария на канале Мефцянка. Сегодня у нас в гостях Николай Александрович Иванов, заведующий сектором энергетических рынков Института энергетики и финансов. Мы обсуждаем сланцевую революцию. Здравствуйте, Мария. Николай Александрович, самый горячий вопрос последних недель. Обогнали ли США Россию по объемам производимой нефти? Вопрос немножко странный, потому что это как считать? Если по последним данным, по данным последних отдельных недель, то Америка вышла на уровень примерно российской добычи. 11,1 миллиона баррелей в сутки, а у нас 11,2. Вот может быть они еще и не догнали. Но это в моменте. А в среднем погоду будет, наверное, меньше, чем у нас. Но есть одно но. Мы говорим только о сырой нефти. А Америка добывает еще много газовых жидкостей, сжиженных углеводородных газов. Конденсат. Конденсат. На самом деле это терминологическая разница. Те самые 11, которые они добывают, у них это называется нефть с конденсатом. В нашем понимании конденсат это все-таки газовый конденсат. Вот если брать суди по нашему, вот эти вот газовые конденсаты, то в Америке уже надо еще прибавить 4 с лишним. То будет уже 15 миллионов баррелей в сутки, а это сильно больше, чем у нас, потому что у нас такого объема газового конденсата не добывается. И поэтому Америка-то вообще, если по-честному, обошла нас уже давно. И нас, и Саудовскую Аравию. Но если действительно переводить все на сырую нефть, то да, мы идем на здраво-ноздрю. Ну и они, конечно, к концу года нас обгонят, потому что тенденция очевидна. Каковы ваши прогнозы по дальнейшему росту добычи нефти и газа в Соединенных Штатах? Долгосрочная перспектива, среднесрочная? Наверное, вы ждете от меня цифр. А цифры я вам не скажу. Потому что здесь важны не цифры, а тенденции. Тенденция, очевидно, все растет и будет расти. И нефть, и газ. Даже если газ не будет стоить ничего, добыча будет расти, потому что он в качестве попутного газа добывается и будет добываться в Америке в больших объемах. Но и в качестве самостоятельного бизнеса добыча и газа будет развиваться, как она развивается сейчас. Если мы с вами вспомним историю сланцевой революции, то началась-то она как раз с газа. И когда спрашивают, устойчива ли добыча сланцевых углеводородов, можно вспоминать ту самую добычу сланцевого газа, которая при очень резких ценовых колебаниях, когда после 2008 года, когда цена в Америке на газ зашкаливала за 13 долларов за миллион британских тепловых единиц, а в 2012 году она упала до двух, в среднем три там было по году, то в несколько раз за вот эти вот четыре года упала цена, но добыча газа не упала. Компании научились добывать выгодно газ, используя свои технологические достижения, используя геологические знания новые полученные и, в общем, инерция какая-то сказалась. Вот с тем первым шоком ценовым сланцевая добыча справилась в том числе с помощью добычи жидкостей, как раз те самые газовые жидкости. Плюс тогда же началась и революция в добыче нефти, когда выяснилось, что технологии, которые применяются при добыче сланцевого газа, они вполне применимы для добычи нефти плотных коллекторов. И тогда началась эта революция, которая тоже пережила свой ценовой спад, и точно так же она его преодолела, как это было и со сланцевым газом. То есть, когда мы знаем тенденции, как это бывает, то мы можем предположить, как это будет. Что сейчас происходит со сланцевыми плыями, формациями? Революция продолжается? Революция продолжается. Вот мы, если посмотрим на этот график, график демонстрирует революцию в добыче сланцевой нефти. Вот я так их сгруппировал, что нижняя часть, голубая, это различные формации бассейна Пермиан в Техасе и в Нью-Мексико. Мы видим, что те желтые и красные части, которые сверху, это Иглфорд в Техасе и Бакен в Дакоте северной, да, они были подвержены колебаниям, там видны спады, но в Пермиан спадов даже в 15-16 году не было. Несмотря на вот это вот ценовое колебание, добыча продолжала расти. И она, конечно же, продолжает расти сейчас, и мы видим по этому графику, что происходит даже вот ускорение этой добычи, потому что сегодняшняя экономатура, она исключительно благоприятна. И надо придумывать какие-то очень страшные катаклизмы, которые бы смогли помешать этому развитию. Конечно, там есть много трудностей. Конечно, каждый год, почему нельзя прогнозировать на самом деле эту добычу, потому что возникают новые трудности. Каждый раз они разные. После ценового спада пришли в упадок сервисный бизнес. Нельзя держать оборудование, нельзя держать бригады, которые сидят без дела. Они уходят туда, где есть работа. Когда вдруг выясняется, что цена восстановилась, надо бурить, надо проводить гидроразрывы, и вдруг удивительная вещь. Оказалось, что большая часть оборудования, насосов, они просто заржавели за эти два года. Они не подлежат восстановлению. Значит, да, промышленность получила большой объем новых заказов для создания этого оборудования, но это требует времени. Плюс персонал, который не смог ждать два года, когда их опять призовут. Значит, набрали новых людей, а каждая из операций, которая производится при добыче сланцевого газа, она достаточно не то чтобы сложная технологически, но она требует большого такого вовлечения в этом дело. Надо понимать геологическую структуру, надо понимать особенности технологий, бурового раствора, всех режимов и бурения, и проведения гидроразрыва. Все это сложнейшие операции, и набрать новых гастарбайтеров, которые будут легко и просто все это производить, оказалось невозможно. Плюс компании нефтяные, они тоже были избалованы хорошей работой тех опытных бригад, которые и сделали эту собственную сланцевую революцию. Они говорят, нет, мы будем только с Джоном работать, все его бригады. Джон на расхват не может разорваться. Ну, условно говоря. И вот это тоже было причиной не такого быстрого развития этой сланцевой добычи, которую можно было бы предполагать, скажем, в этом году. Восстановление цен, оно не такое сильное влияние на объемы добычи произвело, которые могло бы произвести. Плюс удивительные вещи, которые связаны, например, песок, такой дефицитный товар, как песок, которые там четыре компании добывали где-то в Вайоминле через все штаты, везли в Техас. И дорога, которая была, там, везли этот пропант, песок, в Иглфорд и Пермиан, это была одна дорога, на которой на тысячи километров одна сплошная пробка из этих самосвалов была. Так вот рассказывают люди, да, то есть притык идут, сплошной поток. Значит, в Техасе не хватает дорог, в Техасе не хватает песка. В Техасе нашли свой песок, оказалось, что он подходит. Песок. А до того, когда они развивали все эти технологии, они думали, а что же лучше использовать в качестве пропанта. А давайте мы будем использовать продукцию Боровического завода огнеупоров в Новгородской области есть такой. Он производит огромный ассортимент различных по составу, по диаметру, по свойствам вот этих вот гранул пропанта. Они поставляли этот пропант в Америку. Мало кто знает, вот Россия поддерживала таким образом американскую сланцевую революцию. Но потом там решили, что проще все-таки это делать песком, пусть это не так эффективно, но он свой. Потом они нашли месторождение, там какие-то карьеры сертифицировали в самом Техасе. Они нашли способ этот вот затык какой-то временный ликвидировать. Что дальше? В Техасе, оказывается, в страшном нефтяном гнезде Техасе довольно строгие экологические требования. Там можно попутный газ сжигать в факелах две недели после начала проекта. После этого можно там еще по каким-то особенным разрешениям получить там еще на какой-то довольно небольшой срок. Но если ты не знаешь, куда тебе деть ваш твой газ, ты должен восстанавливать добычу. А Нью-Мексико, там нет этих послаблений. Там две недели и все. Если ты не придумал, куда девать газ, а газ там девать некуда. Потому что там никто не живет, там никто не использует этот газ. Трубопроводы все уже были заполнены. То есть отсутствие газовой инфраструктуры стало сильным тормозом для развития нефтедобычи в Техасе. Что делает Техас для того, чтобы расшить эти места? Ну, конечно, они строят новые газопроводы. Они договорились, такая есть страна Мексика. Вот если вы посмотрите на карту и плей Иглфорд, как расположено, это как триколор. Он уходит туда, вот на юго-запад, расширяясь. Там есть нефтяная часть, есть газовая часть и есть часть жирного газа. И вот нарастает, нарастает, нарастает и упирается в мексиканскую границу. Дальше ничего не происходит вообще. Когда спрашивали у официальных лиц из Мексики, а как у вас сланцевый революс, там говорили, знаете, у нас нет перспектив развития сланцевой добычи. В это время они тратят миллиарды долларов на строительство газопроводов, которые будут получать газ из Техаса, из того же. И в Техасе, в том же самом Перми, в западном Техасе, они рассчитывали как раз поставлять газ в Мексику. Они построили трубы в Мексике, вот вырвались в ту же границу. Оказалось, что мексиканцы совершенно не готовы принимать техасский газ. Они там со своей стороны ничего не построили. Тоже проблема. И вот такая проблема за проблемой возникает раз за разом. Но каждый раз они находят какие-то новые решения этих проблем. Недавно было сообщение, что Бейкер-Хьюз с Сименсом, по-моему, разрабатывают мини-СПГ-установки для поставки как раз их в западный Техас, чтобы на месте можно было из попутного газа сделать СПГ, которым можно было бы заправлять и технику, и грузовики, и буровые установки, и даже транспортировать там вплоть до экспорта. Вот так вот устроен бизнес. Когда возникает проблема, она, как в том самом китайском иероглифе, состоит из двух частей. Она же предлагает и какую-то возможность, и кто-то находит возможность эти решения. Как, кстати, с экологией. Ах, вода, ах, загрязнение. Появились фирмы, которые говорят, у вас грязная вода, мы их вычистим, отчистим до состояния вы сможете пить эту воду. Это новый бизнес, да, мы приедем и сделаем так, чтобы никакие экологические службы не смогли к вам придраться. Тоже вот проблемы и решения. И точно так же, если мы видим, что серьезные проблемы связаны с тем, что в том самом 2012 году они добывали газ по цене, когда себестоимость была выше, чем рыночная цена, и они не переставали, и они находили выгодные способы добывать газ. Точно так же компании находили выгодные способы добывать нефть, сланцевую нефть. Когда цена упала, компании сообщали своим акционерам следующее. Да, но это идет процесс создания параллельного новых мощностей и наращивания добычи. То есть есть ограничения вот и такого инфраструктурного порядка. Они тоже так же разрешаются, как... Ну не все так быстро, как нам кажется, да. Мы вот однажды поверили, что они могут, и теперь думаем, что они будут все время мощь. Но они вот немножко не соответствуют всем ожиданиям. Швейцарский трейдер Трафигура поверил в сланцевую нефть и строят глубоководный терминал экспортный, первый, по-моему, в мире. На побережье Техаса, насколько я понимаю, рядом с побережьем Техаса. Там проблема с Мексиканским заливом, потому что прибрежные воды, они очень мелководные. Поэтому там удобно добывать нефтегаз, но супертанкеры туда подойти не могут. И поэтому для супертанкеров там есть так называемый глубоководный вот этот офшорный терминал в Луизиане. Говорят, что они гоняют эти танкеры, но заполняют для того, чтобы они прошли, они заполняют недополные, да, сайты. Да, то есть, конечно же, голь на выдумке хитра, то есть там действительно есть проблема. Но проблема, она решается вот тем самым глубоководным, офшорным терминалом луизианским, я забыл, как он точно называется. Ну, я насчет Трафигуры не знаю, если она решила что-то там сделать углубить или сделать еще один глубоководный терминал. Бережность США, и с него он гружается. Так есть уже этот луизианский. А это вот новый будет. Ну, я не в курсе, может быть. Может быть. Это тоже проблема. И проблема того самого закона Джонс, который запрещает каботажное плавание американских судов, которые не полностью американские, не выполнены, не сделаны в Америке, не состоят из американского персонала и не зарегистрировано в Америке. То есть полностью американские танкеры – это большая редкость. Это вот то, что сейчас представляет тоже одну из возможностей для бизнеса создавать такие танкеры, которые смогут возить нефть из Техаса в Новую Англию. Ведь Новая Англия и Техас – это одна проблема. А, скажем, американская нефть, которая не может попасть или газ на Гавайи в другой американский штат, это тоже не может. А из-за этого вот ограничения, которые никто не собирается снимать. В отличие от ограничения, от запрета на экспорт американской нефти, который подтолкнул, конечно, сделал дополнительные стимулы, дал для развития табычи нефти в США. Но вот теперь, наконец, появилось такое экспортное окно, и теперь эта нефть может поставляться на экспорт. Америка давно стала уже крупнейшим мировым экспортером нефтепродуктов. То есть сланцевая революция привела к тому, что даже когда был запрещен экспорт сырой нефти, нефтепродукты экспортировать было можно, и американские бензинно-дизельные топлива, они, конечно, весь мир завалили. И Европу, и Азию, и Африку, и все что угодно, и Латинскую Америку. Сейчас, ну да, продолжается, продолжает развиваться это и нефть, и нефтепродукты. Но там взаимная торговля идет, конечно же, американцы продолжают покупать тяжелую нефть. Говорят, саудовская арабия нарастила в последнее время поставки. Было сокращение, но сейчас вот... Это совершенно отдельная история. Когда благодаря сланцевой революции американский импорт нефти сократился вообще, но в минимальной степени сократился импорт нефти арабской из Саудской Аравии. Можно было предположить какие-то договоренности, но на самом деле тут есть две причины. Во-первых, арабская нефть в основном идет на НПЗ Новой Англии, на северо-восток США, туда, куда не может попасть нефть Техаса. Там заводы ориентированы именно на переработку такой нефти, именно такого качества, легкой сернистой арабской нефти. Технологические связи это само собой, но плюс, конечно же, долгосрочные коммерческие отношения, официальная цена это одно, а реальные поставки это другое. Поэтому взаимная торговля, конечно, идет для взаимной пользы, с обоюдным интересом, и они находят в сторону, находят способы удовлетворить друг друга. Помнится, еще Барак Обама приезжал в Европу и говорил, что они избавят американский жиженый природный газ, избавят Америку от зависимости от поставок российского газа. Но, во-первых, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, никто из других американских политиков здесь не обладает каким-то способом заставить или не заставить, поставлять или не поставлять газ на рынок. Европа очень неоднородна в смысле поставок газа. Восточная Европа больше зависит от российского газа, Южная Европа больше зависит от поставок африканского газа по трубам или жиженного природного газа. На эти рынки, конечно же, придет американский СПГ, и он приходит. Российский газ туда не приходит никак, поэтому как-то они конкурируют или нет, они приходят на разные рынки. Что касается тех стран, где возможна конкуренция, ну возьмем Польшу. Очень интересный пример. Когда-то, когда возникла необходимость продлевать долгосрочные контракты с Газпромом, Польша придумала такие два контраргумента. Во-первых, это собственная сланцевая революция, а во-вторых, строительство импортного завода, приемного терминала СПГ. Да, десятки этих лицензий, сланцевые, бум. И они, конечно, сказали Газпрому, знаете, нам нет необходимости. Наверное, нам вот ближайшие, в каком-то среднесрочной перспективе, нам не нужны будут эти объемы. Поэтому мы, конечно, можем исключить долгосрочный контракт, но если это вам будет особенно выгоден. И они очень умело торговались, и выторговывали себе скидки по этим долгосрочным контрактам. Никакой сланцевой революции там не произошло. Газ там оказался слишком сложен для разработки, и не того качества. И инвесторы ушли. Я не знаю, чем там сейчас кто-то занимается или нет, но в смысле переговорного рычага эта тема сработала. Свиноустье заработал приемный терминал СПГ. Но эта же тема имеет свою обратную сторону. Если раньше Газпром был монополистом, и его обвиняли в том, что он, пользуясь монопольным положением, завышает цены, теперь у него есть аргумент, пожалуйста, вы можете покупать дешевый изжиженный природный газ, не хотите, не надо. Теперь он уже не монополист, теперь страна работает в рыночных условиях. Но нравится им покупать американский газ, пожалуйста. В этом смысле вот эта вот рыночная ситуация, конечно же, на руку Газпрому, хотя все понимают, что, конечно же, российский трубопроводный газ имеет преимущество. Он дешевле, он технологичнее, он действительно по долгосрочным контрактам, которые можно прогнозировать, потому что американские поставки, они доказали свою прибыльность, но, в принципе, они еще не вышли на такие объемы, которые можно было серьезно говорить. В прошлом году Америка экспортировала 20 миллиардов кубометров за весь год это вот сабин пасс. В этом году вступил еще второй терминал Ковпоинт, но там пока что экспортировано 2 миллиарда, или 3, я забыл, 2, по-моему, миллиарда и 17 миллиардов кубометров от сабин пасс. То есть это пока что объемы не такие, которые могли бы вытеснить Россию откуда-то. Но когда вступят все строящиеся терминалы, да, тогда, конечно же, Америка станет третьим мировым поставщиком СПГ, действительно одним из крупнейших, наряду с Катаром Австралией. Какая будет ценовая ситуация, какая будет экономика, но заранее загадывать рано. И я думаю, что в любом случае российский трубопроводный газ даже в условиях такой же конкуренции он будет конкурентоспособен. Хотя американский газ будет, конечно же, не себе убыток, не во славу дядюшки Трампа или еще кого-то, не по поручению Вашингтонского кома они будут это поставлять, а просто из-за своей коммерческой такой вот целесообразности. Как этот поток американского СПГ повлияет в целом на газовые, мировые газовые рынки? Ну, этого никто не знает, потому что направление поставок еще неопределенное. Если мы с вами видим и помним, как появлялся, вообще зарождался этот рынок СПГ, мы уже сейчас можем примерно говорить, что существует мировой рынок СПГ, хотя он и не мировой, и не рынок, но это уже не те виртуальные трубы, которые были изначально. Как делались первые проекты, когда строился одновременно терминал по сжижению, завод по сжижению и реглификационный терминал. Это был проект. Между ними это называлось виртуальная труба. Ходили танкеры и из одного места возили в другое. И вот такими вот ниточками, переплетениями сначала этот рынок и жил. Потом выяснилось, что есть свободные объемы, есть новые поставщики, есть новые потребители. Эти цепочки стали переплетаться и пока что нет всей рыночной инфраструктуры, такой как у нефтяного рынка. Никаких там этих фьючерсных, форвардных и прочих биржевых инструментов нет. Пока что все равно это долгосрочные или спотовые, своповые какие-то поставки. Но к чему я это все говорю, что очень все находится в большом движении. Те торговые войны, которые затеял Дональд Трамп, например, с Китаем, как они отразятся, что Китай откажется покупать американские нефть и газ, в которых он заинтересован, или не откажется, или он чем-нибудь еще попытается обложить, ну, значит, тогда пойдут другие поставки из других мест. Мы видим, как происходит глобализация этого рынка за последние годы, как мы видим, цены менялись, когда цена на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в два и даже порой в три раза превышала цену в Европе на СПГ. И все думали, ну, так вот оно и есть, так устроена жизнь, так это будет всегда. Потом оказалось, что нет, не всегда выровнялись цены более-менее. Только за счет транспортных этих составляющих они различаются. Поэтому делать долгосрочные прогнозы, куда пойдет американский СПГ при вот такой быстрой глобализации рынка, сейчас совершенно и это никто не пытается сделать. И нет такого вообще понятия американский СПГ. Есть газ, произведенный в Америке, сжиженный на этих заводах на условиях туллинга и отправленный компаниями, покупателями, трейдерами. Есть компании, которые сами купили, сами сжижают, сами экспортируют, вот Сибенпас, да, они сами следующие проекты, они будут в основном на Торинге работать, только услуги по сжижению, остальное делай, отправляй куда хочешь этот газ. Крупные компании, такие как Shell, Exxon, Chevron, Total, BP, совершенно по-разному отнеслись к сланцевым проектам. Если Chevron, Exxon активно вкладывают и развивают сланцевые проекты, Total напротив, высказалась против каких-либо инвестиций своих собственных в нефтяные проекты. Но в то же время она купила долю через приобретение Engie, купила долю в одном из американских терминалов по экспорту СПГ. Компания Exxon всегда в мире насаждала свои правила. Она приходила и говорила будет так, а не иначе. Когда в 93-м году они пришли на конкурс в Хантомасийский округ Exxon и Мобил, они выдвинули такие свои предложения, что там просто люди очень сильно удивились. Владислав Прохович Щербаков был такой зампред Роскомнедр председатель комиссии. У него просто они сделали открытый конкурс, открытую процедуру вскрытия конвертов. Exxon сказал, я солымский проект, я беру западносолымское месторождение, так, из другого блока я беру еще какое-то, из третьего блока я еще что-то беру, вот это будет мой проект. Извините, у нас солымский проект, это западносолымская, верхнесолымская, водолыпская, это единый проект, его нельзя разделять, нет, она можно. Но этот в итоге Шелл поступил по правилам, они получили этот проект, Амака получила Приобская и южная часть Приобского месторождения, Exxon и Мобил не получили ничего, потому что они вели себя абсолютно нагло, они потребовали то, что им хочется, но это никак не соответствовало требованиям конкурса. Эти две компании в итоге слились, они во всем мире работают так, как они привыкли работать. Есть страны третьего мира, а есть Exxon, который всегда как United Fruits в рассказах американских классиков в Южной Америке. И вдруг эта компания понимает, что она пропустила такой мощный инвестиционный рывок в сланцевую добычу в США. Прозевало, они слишком большие, они слишком мощные, на мелкие сланцевые проекты, размениваться не хотелось. Что сделала компания Exxon? она купила компанию XTO Energy за 31 миллиард долларов плюс 10 миллиардов долгов накопленных за 41 миллиард долларов в 2010 году. И эта компания, которой я так долго рассказывал, что она всегда знает, как правильно поступать, поступилась своими принципами, она сохранила эту компанию XTO Energy со всей их корпоративной структурой, они дали такие предложения этим работникам, чтобы они только оставались на месте. И когда сейчас говорят, что ExxonMobil купил какие-то лицензионные участки в Техасе, это не ExxonMobil. Он оставил внутри своей огромной корпорации вот этот эффективный кусочек под названием XTO Energy, лидер тогдашнего исландцевого рынка Америки. И именно вот этим своим подразделением они проводят всю свою исландцевую революцию. Вот мудрые решения, шляпу снимают, когда компания, которая всегда проламывала собственные решения, решила, что если люди умеют делать что-то хорошо, давайте им не будем мешать, позволим им продолжить это дело хорошо. Shell пришла на тот же самый рынок, но Shell не смогла переступить через свои амбиции. Shell это глобальный технологический лидер, и они себя таким считают, и по многим показателям они таковым являются. Это и СПГ проекты технологии, это и какая-то арктическая добыча, на скалине они совершенно уместны, и в случае добычи, и в случае сжижения газа. Но они не рассчитали силы, они закупили большие площади в Америке, они не смогли с ними справиться, они не смогли организовать сланцевую добычу. И они все эти активы сбросили и ушли, сказали, что нет, нет перспектив сланцевой добычи. Они замечательно занимаются Мексиканским заливом, добычей на шельфе. Правильно. Так же, как компания BP, которая у них есть свое технологическое и коммерческое преимущество, они умеют глубоководную добычу организовывать, и так же компания Shell, да, у них есть свои тем не менее BP купила в этом этим летом активно сланцах. Ну, куда же деваться, если Даррен Вудс, это преемник Тилерсона во главе компании ExxonMobil, в Хьюстоне на сервик в прошлом году он раскворил карты, что теперь у них инвестиционный фокус смещается на быстро окупаемые сланцевые проекты, на проекты, главное преимущество которых в том, что там короткий инвестиционный цикл. Можно планировать все ваши инвестиции на пять лет, закупить какие-то лицензионные площади, пробурить, провести гидроразрыв, экспортировать или переработать, уйти и так далее. То есть в отличие от тех проектов, которые они привыкли развивать, когда 20-летние проекты, 10 лет переговоров, потом 10 лет освоения, потом 20 лет добыч, сейчас такого временного горизонта они уже не видят. Нефтяная может закончиться как... Это вы о трансформации. Это и о трансформации. Да, я не договорил про другие компании, которые... Про Total мы забыли. Про Total мы совсем забыли про компанию Total и про компанию Chevron, которые замечательны тем, что они в свое время всех опередили и заключили 20-летние контракты на аренду терминалов на аренду регратификационных терминалов в США на Себенпасс на 20 лет с 2009 года. И до сих пор они платят по 125 миллионов долларов в год за аренду терминалов, которые никогда не вступят в строй. Поэтому, конечно же, история Total и сланцевый сланцевого газа и СПГ в США это, конечно, нет памяти повести печальнее на свете. Но им, конечно же, нельзя останавливаться, они заключают новые долгосрочные контракты на приобретение уже СПГ, не на регратификацию, а на сжижение американского СПГ, но это будет бизнес тоже какое-то время будет развиваться, пока не наступит та самая эра, когда уже мир перешагнет углеродную зависимость, станет чистым, зеленым. Технически извлекаемые запасы нефти в мире в два или в три раза превышают все кумулятивное потребление до 50-го года. Уже сейчас извлекаемых запасов больше, чем человечество может вообще когда-нибудь потребоваться. Поэтому сейчас будет конкуренция экономически рентабельных запасов, технологически доступных, политически неосложненных, лишенных всевозможных коммерческих, технологических, политических рисков. наиболее рентабельные и наиболее эффективные проекты. Конечно. И этот мотив подхватила Саудовская Аравия осенью 2014 года, когда они говорили, падают цены, да пусть падают, пусть на рынке останутся только эффективные производители, мы сможем. неэффективные ведут. Они имели в виду Венесуэлу, с которой у них были свои счеты из-за того, что Венесуэла в свое время, в 98-м году, не выполнила солидарное сокращение, они нарастили добычу, в то время, как все... Им не забыли. Им не забыли, им припомнили. Вот теперь вы поплатитесь. Но заодно они хотели выбить с рынка американскую сланцевую добычу, других производителей дорогой нефти. В итоге руководство нефтяной отрасли сменилось, компания Саудиорамко сменила свою стратегию, появился проект ОПЕК+, они решили, что лучше не пытаться вот так вот ускорять конец нефтяной эры, что он, видимо, еще не совсем наступил. Еще нет последнего вот этого рывка, когда надо последней любой ценой продать любые объемы. Когда-то... Но они, тем не менее, очень активно вкладываются в нефтехимические проекты. Ну, конечно, им надо диверсифицировать сейчас все, что можно диверсифицировать, как шейх Ямани говорил, каменный век закончился не из-за нехватки камней, так же и нефтяная эра закончится не из-за того, что наступит дефицит нефти. И вот этот пик спроса, даже если он произойдет, за ним все равно будет достаточно пологое снижение. То есть мир еще в обозримой перспективе будет нуждаться в больших объемах нефти. если мы сейчас в такой эйфории, что все зеленое, мы вдруг перестанем инвестировать в нефтяные проекты, то просто возникнет инвестиционная пауза, и тот самый объем нефти, который будет требоваться рынку, его просто не окажется. Предложение отстанет от спроса, и тогда соответственно опять будет ценовой всплеск. тем не менее вероятно стратегия Эксона по вот такому инвестированию в краткосрочные сланцевые проекты является таким вот каким-то промежуточным вариантом, который как бы инвестирует не как бы, а просто инвестирует в нефтедобычу, но при этом каждый раз оглядывается и смотрит не виден ли тот самый горизонт, за которым нефть уже не будет нужна, как те самые лишние камни. Вот может быть этот вот вариант будет наиболее таким перспективным, тем более, что запасы сланцевой нефти в Америке, они пока что не подлежат оценке, они очень сильно различаются, и геологическая служба США там дает какие-то разные оценки компаний в разы превосходят в своих оценках эти оценки геологической службы. Потому что пока не пробурили, мы не будем знать, что там есть. Пока не оценили те горизонты, до которых пока еще не дошли, на том же самом бассейне Перми, а там скажем, условно говоря, из 8 горизонтов пока попробовали только 2-3, там еще может быть очень много всего, а может не очень много. Но тем не менее инвесторы исходят из того, что достаточно большой потенциал сланцевой добычи еще остается. Как сейчас развивается возобновляемая энергетика в США? Бурно. Развивается она бурно. Несмотря на Трампа. Трамп, конечно, здесь такой трагиконический персонаж. Первое, или одно из первых, что он сделал, он отменил клин пауэл плен Барака Обамы и вывел Америку из-под Парижского соглашения. Оба эти действия сделаны немножко криво. Из Парижского соглашения Америка не вышла, а еще не выйдет скоро. Они его саботируют, по-моему, саботируют его решение. Не в этом дело, потому что Америка подписала Парижское соглашение, это президент Барак Обама подписал участие Америки в Парижском соглашении. Если бы Трамп хотел сдать назад, у него было простое действие, он мог отозвать, он президент США, он мог отозвать подпись предыдущего президента, отозвать подпись Барака Обамы под Парижским соглашением. Значит, США не участвуют в Парижском соглашении. С этого момента это бы произошло. Нет, вместо этого он запустил какую-то странную, отсутствующую пока процедуру выхода из того самого Парижского соглашения, куда они, как бы он признал, что они вошли. Теперь они оттуда выходят, но не знают как. Ну ладно, каким-то образом за несколько лет они создадут процедуру, но смех в том, что это не имеет смысла, потому что тот самый Clean Power Plan, план чистой энергетики Барака Обамы, который он тоже как бы отменил, это на самом деле зонтичный план, который должен был состоять из планов отдельных штатов по декарбонизации экономики, которые в сумме дали бы тот самый целевой показатель декарбонизации, который записан в Парижском соглашении. Кажется, 150 городов в США приняли какие-то собственные планы, дело, что сами по себе да, Clean Power Plan, он, во-первых, был отменен Верховным судом, потому что многие штаты, угледобывающие штаты, они возражали, что это, они посчитали, что это насилие над ними, потому что там был еще действительно элемент насилия, там был. Им предложили принять собственные планы, но если бы они эти планы не приняли, то в течение года или двух, я не помню, этот план был бы спущен из федерального центра. Это насилие, они не хотели насильно подвергать угрозе свои угольные проекты. Хорошо, другие штаты, которые вполне в тренде, идут своим путем. Вот буквально на днях завершился там большой климатический саммит в Калифорнии, в Сан-Франциско. Под это дело Калифорния объявила о собственных климатических планах, что к 45-му году они перейдут на полностью возобновляемую энергетику, и плюс вся экономика должна работать, стать углеродно-нейтральной. Это значит, что все углеродные выбросы, выбросы СО2 должны быть компенсированы. Китай, например, очень активно занялся производством этих автомобилей. Они решили, что они могут немножко срезать угол, они могут не разрабатывать высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания. Если они уже отстали навсегда от европейских, японских и американских производителей, то зачем гнаться за технологией, которая завтра не будет востребована. они все силы бросили на производство этих электромобилей. А до того они все силы бросили на производство грузовиков с силовой установкой, которая питается отжиженного природного газа. Это тоже американская технология, которая в условиях низких цен на бензин, дизельное топливо там просто немножко не пошла. Они хотели это рвануть, но не рванули. А Китай рванет. Если еще Китай станет лидером по производству не шикарных элитных автомобилей Тесла, а доступных дешевых электромобилей, то это может быть таким серьезным двигателем. Поэтому Трамп выдвинул недавно альтернативу от Клин Пауэл Плэн. Доступная чистая энергия, доступная. Он сказал последнее его действие предложение Агентства по охране окружающей среды. Это то, что каждый штат должен разрабатывать такие программы декарбонизации, которые бы включали в себя чистые угольные технологии. Ну вот такие палиативные решения на самом деле может быть где-то они будут играть роль, но мы видим, что уголь по экономическим причинам уходит из энергобаланса США, потому что он проигрывает конкуренцию энергетики газу, а других перспектив у него там нет. Говорят, Техас стал одним из штатов с наиболее дешевой электроэнергии благодаря развитию ветроэнергетики, что очень интересно. Сам вот говоря о том, как Дональд Трамп борется с возобновляемой энергетикой, он назначил министром энергетики губернатора Техаса Техаса Рик Рика Перри. Рик Перри это тот, кто автор программы развития возобновляемой энергетики Техаса, которая при Рике Перри рванула, так что Техас стал лидером возобновляемой энергетики в всех Соединенных Штатах. Главным образом за счет ветровой. По Солнцу пока что лидирует Калифорния, но ветровая электроэнергетика, да, они перестали ее субсидировать, трансформируется эта программа, но уже на чисто рыночных условиях ветровая энергетика в Техасе имеет все шансы. Почему? Потому что она не требует никаких разрешений, она не использует никакого ограниченного ресурса, который требует регулирования со стороны комиссии, и что технологии они развиваются повсюду. развиваются технологии добычи нефти и газа, то рядом люди могут прекрасно развивать технологии возобновляемой энергетики, потому что сделать эти технологии рентабельными зависит только от развития этих технологий. То есть энергетика перестает быть ограничена с точки зрения ресурсов, ограничения только именно в развитии технологий? Развитие технологий, причем совершенно разных технологий. Технологии организации энергетики они не менее важны. Вот эти виртуальные электростанции, еще вчера мы не слышали об этом, виртуальные электростанции, где просто можно использовать энергосистемы домов, соединять их в умные сети, регулировать и управлять, излишки отправлять, аккумулировать, выдавать в сеть, при этом эти панели солнечные можно давать людям бесплатно, они пользуются электроэнергией, но излишки они отдают в сеть. Компания, которая не занимает никаких дополнительных площадей, не использует никаких ограниченных ресурсов, она дает людям электроэнергию и представляет для рынка дополнительные объемы электроэнергии. В общем, распределенная генерация использования уже электроэнергии, которая выработана частными компаниями и частными земледомовладельцами, множество разных вариантов. Америка очень сильно отстала от Европы, например, в офшорных ветропарках. Первые парки появились там только что в Новой Англии, хотя возможности там при всех их трех побережьях сколько угодно. Поэтому я думаю, что будут развиваться растения, все цветы с какой-то неведомой нам до сих пор скоростью. Николай Александрович, спасибо большое за ваши ответы. Мы с вами прощаемся. С вами была энергосреда, Кутузова Мария, Николай Александрович Иванов. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова